Игорь Кошин познакомился с жилищно-коммунальным хозяйством самых восточных поселков региона – Варнака и Усть-Кары. Эти населенные пункты главой для визита были выбраны не случайно. Главная проблема местных – нужда в жилье. Очередь на получение квадратных метров практически не сдвигается с места. И хотя новые квартиры там появляются, но на всех их попросту не хватает. Губернатор лично ознакомился с ветхими строениями, пообщался с людьми, затем выступил сразу с несколькими инициативами, которые помогут решить жилищный вопрос раз и навсегда. Это будет возможно, если объединить усилия. Репортаж Олега Хатанзейского. Пользуются популярностью? Входят люди, нет? Пользуются, пользуются. А у нас как суббота женский день, а у нас весенний мужской, да? Пятница мужской. Пятница мужской, да? Как положено. А суббота уже там как пойдет, да? Нет. Пятница мужской, субботу женский. Новая баня в Варнаке была построена два года назад. С тех пор это, пожалуй, самое современное здание в поселке. Яркое сооружение, не заметить среди серых домов, невозможно. Баня обслуживает все население – 96 человек. Частных, за исключением одной, в Варнаке больше нет. Ой, первая такая баня, шикарная. Вон раньше мы были с вами, вторая баня. Там и холодно, вот, а мы провалились. Вопрос энергетики в поселке решен еще два года назад. Новая станция питает все жилые дома и социальные объекты. Сбоев, уверяют местные дизелисты, практически не бывает. Новая техника пока не подводит. Сейчас Варнак ждет топливо. Для этого на побережье уже подготовлены емкости. Чтобы свет в домах был постоянный, ДЭСу нужно немало ресурсов. Теперь о проблемах. Помимо жилищного опроса существует еще один, связанный с трудоустройством. Из 96 человек 14 официально не работают. Однако Михаил Вылко – яркий пример для тех, кто до сих пор не нашел своего занятия. В его трудовой книжке одновременно четыре должности. Он и пекарь, и уборщик, и диспетчер, и даже электромонтером подрабатывает. Выпекаю около 30 с чем-то буханок в сутки. Здесь же выхожу на связь, погоду передаю и узнаю о рейсе. Билеты выписываю здесь же. Но чаще всего люди не работают, потому что просто негде. Вакантные места отсутствуют. Итог печальный. Массовая безработица. Во время встречи сельчан с Игорем Кошиным они и то и дело говорили о проблеме трудоустройства. Глава региона перед собранием сказал четко и внятно. Ответить готов на все вопросы. Попробовать, по крайней мере, понять, что необходимо сделать в ближайшее время. И третье – понять, что мы будем делать дальше. И основная наша цель – послушать вас, послушать ваши предложения, послушать ваши идеи, с тем, чтобы у нас была возможность переработать, подумать и совместно с депутатами будем принимать решение, что мы будем делать. Поэтому я сразу предлагаю формат перейти на вопросы, предложения. Что волнует, прошу высказываться без стеснения. Компромисс был найден быстро. Чтобы решить две проблемы – безработицу и отсутствие жилья – Игорь Кошин предложил создать в поселке производственную базу, где местные сельчане будут изготавливать продукцию шкуры оленя, а затем продавать ее в потреб кооперацию. Тем самым у людей появится работа. А в свою очередь глава региона пообещал уже в следующем году, если производство наладится, начать строительство первого четырехквартирного дома. Местное население такой вариант вполне устроил. Была у нас только и традиция – резать ленточки, а потом ждать открытия. Но сейчас надеемся, будем делать по-другому. Мы тоже с трудом ее запускали, потому что… Сейчас сначала будем открывать, а потом через полгода будем делать публичное открытие. Первые сводки из жилищно-коммунального фронта Усть-Кары Игорь Кошин получил, осматривая центральную амбулаторию. Она появилась два года назад. Оборудование рассказали губернатору одной из самых современных. Вот только одно не радует. В прошлом году один из корпусов погорел, замкнула электропроводка. Теперь ждут материал, чтобы все отремонтировать. А в общем медицина в Усть-Каре растет и процветает. Здесь работают даже приезжие специалисты из Архангельска. Медикаментов нам хватает. Всего, в принципе, хватает. Всегда все приходит в срок. То есть, больные часто. Больные зависит от сезона. То есть, сезон заболеваний, респиратор. То есть, людей много приходит. И детей много нам приходит. У нас очень много детей. То есть, детей приходит много. Нехватка жилья для местных вопрос, конечно, не менее острый, чем в Варнеке. Большинство домов тут строили еще время активного освоения поселка. Около 50 семей до сих пор ютятся у родственников или в съемных квартирах. Впрочем, 8 из 50 скоро ждут новоселья. В Усть-Каре достраивают два четырехквартирных дома. Технологии использованы с учетом специфики Крайнего Севера. В домах осталось сделать полы, потолки, стены оббить и отопление. Вот будет в ноябре месяце этого года. Где еще, как не в Усть-Каре, строить детский сад? Население поселка 600 человек. Из них 60 – это только дошколята. Нынешнее образовательное учреждение уже давно устарело, да и тесно стало, признаются воспитатели. В необходимости нового здания никто не сомневается. Его появление ждут уже 30 лет. Грандиозная стройка, будущая визитная карточка Усть-Кары. Детский сад площадью в 5000 квадратных метров. Он сможет принять 80 дошколят, причем уже в этом году. Да, на 80 мест, но мы найдем применение. У нас население растет, поэтому надеемся, что мы хватим. Надеюсь, очень надеюсь, что он будет, как сказать, нашим требованиям соответствовать. И желательно, чтобы он был теплым, уютным и светлым. Как и в Арнаке, визит главы региона, его команды в Усть-Каре завершился встречей с местным населением. О наболевшем говорили долго. Волнующие проблемы практически одинаковые. Жилье, хозяйство, развитие поселка. Безработица здесь тоже преобладает. Нетрудоустроены почти 50 человек. Глава региона предложил убить двух зайцев разом. Схема такова. Местные рыбаки ловят ценную навагу, Ненецкий округ ее покупает. На эти деньги люди строят себе дома, но только те, кто не состоит на социальной очереди. Таким образом появляются и новые рабочие места, и новые квадратные метры. Олег Танзейский, Александр Дуркин, Телеканал Север, Варнак, Усть-Кара.